Когда положишь на весы вот так, с одной стороны несколько килограмм этого презрентного металла, а с другой стороны живая экосистема, которую мы никогда не сможем восстановить, то вот каждый делает этот выбор для себя. Ковид и природа, добыча золота, переселение медведей – все темы документальных экофильмов на злобу дня. Это в первую очередь просветительский проект, да, как вот интегрировать людей в просветительскую сферу экологии, да. Это является очень важной частью, да, проводить просвещение, потому что если у людей не будет знаний на тему экологии, экологичного образа жизни, осознанного, тогда мы дальше не сможем двигаться. Я наблюдаю за командой «Мусора больше нет» уже на протяжении нескольких лет. Мы общаемся, приглашаем друг друга на мероприятия, вот уже и проводим совместно какие-то мероприятия. И я вижу, как количество людей, которые задумываются об этих вопросах в Барнауле растет с каждым годом. Одна из самых острых глобальных проблем – интенсивное изменение климата. Последствия этого процесса можно наблюдать уже и в Алтайском крае. Лес в связи с потеплением в горах, в том числе в алтайских наших горах, поднимается вверх. Это мы можем фиксировать, хотя еще 150-200 лет назад путешественники первые, которые на Алтае были, они фиксировали опускание границы леса. Связано это было с тем, что в то время происходило похолодание, известное как малый ледниковый период. Проблема, о которой говорят очень и очень много в последнее время – это высвобождение углерода. После кинопоказа состоялась дискуссия и по другим важным проблемам экологии. К слову, желающих высказать свое мнение пришло немного. Перед этим у нас проходила эко-чашка именно в онлайн формате. Там было около недели шли фильмы, все было онлайн. Можно было посмотреть порядка 12 фильмов экологической тематики, самых новых, самых свежих, только отснятых. И там гораздо больше было людей пришедших, конечно же, потому что в онлайне зайти проще из дома все это посмотреть. На такой показ организатора вдохновил фотопроект «Живая природа Алтая». Вместе с волонтерами они планируют проводить подобные встречи как можно чаще, а также привлекать барнаульцев и к другим экологическим акциям.